Алексей Геннадьевич согласился показать нам свое творение, зубила на колеса. Появился я не помню давно, была она в плохом состоянии, а стала она впоследствии в ужасном состоянии. Здесь все выгнившее было, вот эти пазухи, тут пустота, рамка вот эта вот, стойки вот эти еле держались, дверные передние, ну и 26 лет. Тут вот заплатки кое-где, усилители под лонжероны, сам вот вагинал из железа варил, с комбайновского, вот это вот, ну это покупная, ну они копейки стоят, стрелка называется. Передок уже все готов, прогрунтовано, выкрашено, обработано резину битумной, мастикой. Тут все вычищено, внутри выкрашено, ну, частично стоит он уже, узлы агрегата, рейкер, обратно все новое поставил. Силитель вакуумный, видно вареный лоб, внутри был стакан. Тут вот тоже вот все по-новому заново, все выкрашено, тут обработано, вычищено. Вот этот с донорской, вот это вот, это ремкомплект, рамка, телевизор тоже ремкомплект, новый, новый. Стойки вот эти вот дверные, тоже новые. Ну они друг на друга накладываются. Делал с душой, не на никак попал. Сперва зачистил, обезжирил. Грунтовка, два слоя, по-моему, или три, не помню. И краски два слоя. Вот этот покрылся резинобитумной мастикой. И сверху еще два раза прошел с краской опять. Вот отсюда вот и пошел в круговую до того крыла. Это все с донорской вырезано. Ну тоже все это чищено, естественно. Обработано кислотой пока. До грунтовки еще дело не дошло. Это весной теперь кислотой обработано. Ну и потом все это чистится будет. Кузовные работы, можно сказать, все уже. Что касается внутренних крыльев, арок, все новое. Лонжерон, обои задние лонжероны. Ну вот тут вот где-то новый. Вот тут вот видно. Вот все новое, это ремкомплект. Долго его обрабатывал, очень три раза кислотой проходил, пока ржаветь не перестал. Ржавеет сильно железо ремкомплектное. Здесь вот дефект какой-то был, нестандартный. Вот пришлось сантиметр пластину наваривать. Все, точки мед, над точками приварено. Тут вот дно багажника, кроме корыта, все по-новому обварено. Ну, не каким-то железом, а вот именно родным. С донорской вырезал, там свежее ангела железо. И прям сюда большими фрагментами. Вот это вот сам, вот я хрен от него гнул. Вот, вот эту фрагмент металлоги баллоновский. Вот это, это сам гнул порезал, остальное с донорской все. И вот, вот так вот пошло вокруг горшка. И до той стороны тут все было, короче, в плохом со стороны. Выгнивши все, какое-то родное осталось. Вот эта корыта прям высвернула. Ну, как можно аккуратно, с донорской. Сюда ее вставили. Сюда ее вставили. Вот, до этой я уже ее обработал, покрасил. За педали, короче, вырезали. А это до весны все остальное. У девятки полы были в хорошем состоянии. Может быть, ее и сделали, но у нее там до самой рамки нос весь снесенный был. Ни того она не стоила. Сколько ты по времени этим занимался? Ну, с учетом, что еще много других делал. Ну, с весны я ее делал. Время свободное, раз делаешь. Сейчас декабрь. Ну, тут она уже, ну, как говорится, трудная работа уже закончена. Сзади, внутренние самые, да. Вот Жарона особенно, вот эти внутренние крылья, вот эти вешенки. Подгоняли тут их все по пять раз. Прихватывали, отмеряли. А это ее родной цвет? Да, валюта называется. Вот эти вот косынки. Самому пришлось вырезать, Геннадь. Вот тут вот фрагмент самодельный. Ну, вот этот вот фрагмент вот целиком я сменил. Потому что там все свежее, а вот тут вот петля слабая была. Под обоими, под обоими петлями целиком меня. Это комбайновское железо приваривало. А приваривал, подгонял, да, сам все. Вот здесь вот пришлось вот стойку, вот видишь? Вырезать. Вырезать для чего? Там уже дно сюда не лезло, вставляли. Ага. Чтобы приварить дно, пришлось отрезать стойку. Я не знаю, там говорят, вроде можно через дни засунуть, но я что-то поглядел. Короче, вот стойка. Передняя лонжерона тоже там все вычищена конкретно. Там полная на земле будет, даже грязь всей России там была. Тоже все вычищено, все прокислочено, все обработано. Все, что в порогах там, все это, ну, все, навеек. Пороги изнутря тоже грунтовкой обработаны, краской и мастикой битыми изнутря обработаны. Двери долго очень подгонял, потому что они очень сильно не проходили, особенно задние, особенно на левые задние. Подогнал, вот все, закрывай. Как есть, так поставил, и кто-то еще отребилируется, все будет в роге. Ты ее будешь целиком сам собирать? Красить должна? Красить, да. Да, слушай, да, я тут дошел, то все. Так говорится, под ключ. Мне вообще, мне очень сильно понравилось. Вообще, вот так вот, диагонально, таким углом уходил. Вот так вот, вот этот угол, например, здесь, пришлось ее вообще петли все отпилить, выравнивать, по факту. Что будет следующее этапом сборки? Ну, теперь до весны. Ну, в следующем все тут чисто, а потом салон пойдет, там все. Сборка салона? Да. Ну, двигатель не родной, конечно. Двигатель 1,5 инжектор, да? Такой был карбюратор, но обычно масло начал расходовать. Там мужик машину разбил в соседнем селе, отец взял, у него купил инжектор, прям мозги, этот бензобак, комплект, короче. Сам поработку там изменил немножко, съемок, и все сам сделал. Все заработал у меня. Добили до конца, добили ее, она начала складываться. Здесь вот сломался этот вот телевизор. Вот здесь вот, короче, он разговел, он лопнул, а он, короче, лиска и стал надеялся. Угу. Те крабы там вот все выворачивать, ничего. Отзывается вот эта хрень, тяга вот эта вот. Сломалась, короче, сломалась. Если бы ты ее увидел, ну, в тот раз, когда ее только начал делать, когда в гараж, предназначил, сказал, нахуй, я тебе не знаю. Самый, что тут, дорогой, это вот, в актраке. Это жестянки или в игру. Но жестянки надо хорошо эти обрабатывать. Очень хорошо. Потому что очень железные качества. Очень. Особенно к лонжерону вот, что-то они тяжело. После трех раз укрытия кислотой норжаветь перестали. Ну и прикинь, только одни в гараж целую неделю надо, чтобы хорошо высох. Чистите ее. Три дня с лишним, я только не в гараж потерял. Вот эта вот часть, это тоже стоит, этот вот кусок. Ага. Это стоит, тоже он обработан, вот такого цвета вишенок. Когда она хорошо протрает, лишнего цвета становится металлического. Вот такой серый металлический, вот такого она должна быть, когда хорошо протравится. Обработал, там вообще с той стороны грунтовка, краска, ну, внутри обработан. Мовили туда, захореначим побольше. Все хорошо, пробрызгаем, мовили, и нормально будет. Ну, все как положено. Припоим, припоим. Крунт работы больше виден, если посмотреть на ту девятину. Там ничего не осталось. Ну, сейчас мы, может, туда сходим. Вот это у меня должна стоять. Вот, усверливалась. Да, вот. Точки. Вот так вот, короче, много, короче. Материше тут, короче, ее усверливалось не один раз. Браво, вот. Набок поставили. Вроде все нормально, да? А набок кинули, ну, раз, вот здесь вот стакан лопнул. Потому что тут... Он уже доходил. А донором она стала, почему? Потому что вот, да? Пол морда есть, смотри. Полная донором стала. Так что вот, Алексею Геннадьевичу большое спасибо за то, что он нам показал свое творение. На которую потратил очень много времени и сил, любви. Дай бог, чтобы он закончил в ближайшее время его. Ну что, будем прощаться. Алексею, спасибо за видео огромное. Так что увидимся. Все, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!